Ну что, привет! Рад вас видеть в 2023 году, и на 2023 год пока что это самое первое видео, которое я выпускаю. Хочется надеяться, что 2023 год будет какой-то немножко попозитивнее, чем вот этот предыдущий, и принесет нам какие-то нормальные, добрые новости. Хотел немножко раньше начать снимать видео для вас, но, к сожалению, немного переболел. Сейчас все в порядке, и поэтому я к вам пришел с очередной новиночкой. Новиночка, собственно говоря, от компании Комика выглядит таким образом. Это петлички беспроводные под названием Vima C. Давайте же сейчас поговорим о них поподробнее. И в этом видео я решил не крепить свой микрофон от DATI над собой, а просто решил записать вот как раз на эту Комику WM20, который установлен как раз впереди меня на камере Sony A7 IV. Поэтому звук может немножко отличаться от предыдущих видосов, но как бы и ничего. Что ж, Комика Vima C приходит вот в такой коробочке. Все стильно, минималистично, все как я люблю. Тут у нас есть какая-то кратенькая информация о каких-то характеристиках. Говорит нам о том, что этот микрофон, точнее петличку, можно подключать как к вашей камере, так же к вашему смартфону и ноутбуку. Собственно, идем дальше. Из приятного петличка приходит вот в таком защитном кейсе. Это немаловажно и, собственно говоря, люблю, когда каждый из каких-то гаджетов, которые приходят ко мне, приходит именно в защитных кейсах. Это как бы приятно, это безопасно и, собственно говоря, в чем его плюс. А плюс в том, что далее сами петли идут еще в очередном кейсе, только который имеет свою собственную зарядку. Но при этом все наши провода для зарядок, провода для подключения этих петличек к нашей камере, а также вот эти вот мохнаточки, у нас не болтаются по всей сумке и по всему рюкзаку, а лежат, опять же, в этом же кейсе вместе с петлями. Это, я считаю, очень удобно и не каждый из поставщиков такое нам засылает. Но ладно, давайте же приступим к комплектации этих петель. Тут у нас все привычно. Комплектуются петли VIMO-C обычным проводом USB-A на USB-C для зарядки. Далее у нас идут в комплекте два провода. Один из которых для того, чтобы подключить петлю к нашей камере, а второй вот такой серый шнур специально для того, чтобы подключить эти петли к нашему смартфону. Что касаемо борьбы с ветром, производитель не забыл про нас и вложил две вот такие вот мохнаточки на наши микрофоны. Ну и последнее это вот такой интересный забавный переходник с разъемом подключения USB к нашей петле, а также подключением, опять же, USB-IN и 3.5 джек. Для чего вы могли подумать? Конечно же, этот провод для мониторинга звука с нашей петли выглядит необычно, но об этом поговорим чуть позже. Ну что ж, далее мы переходим к нашему зарядному кейсу. Он довольно-таки компактный и, ну вот можете посмотреть, он прям значительно меньше моей ладони. Крышка у нас тут на магнитах. Сразу при открытии ее мы видим вот такие вот светодиоды, которые показывают нам заряд нашего кейса. В данный момент вот он у нас заряжен полностью. Внутри у нас располагаются два передатчика и один приемник. Все как по стандарту, как мы с вами любим. Из приятностей. Когда достаем петлю, она у нас что? Конечно, автоматически включается. И это большой плюс. Теперь давайте детально рассмотрим приемник от комика Vima C. Выглядит он таким образом. Здесь у нас есть монохромный дисплей, который показывает режим записи. Он у нас сейчас стоит в моно. Заряд, собственно говоря, самого приемника. А также шкалу на каждый микрофон. Шкала гейна у нас здесь цветная, что приятно. При этом есть отображение заряда каждой из петель. Вот сейчас вы можете видеть, как автоматически появилась у меня вот эта вот петля, которую я достал из бокса. На самом деле очень прикольно. Мы можем видеть на нем как раз все уровни, которые нам нужны. Уровень гейна, уровень заряда каждого микрофона. Все интуитивно, ясно и понятно. Что касаемо внешнего вида. Микрофон, точнее сам приемник, выглядит довольно-таки прикольно. Он из хорошего, приятного пластика. Слегка матового. И что тут по корпусу. Касаемо крепления. Это стандартная, привычная нам вот такая вот прищепочка. Уже как бы Роуд зарекомендовал момент такого крепления. И, собственно говоря, все компании это поддержали. Далее. С левой стороны у нас располагается разъем USB-C. И, как я уже говорил ранее, он служит не только для зарядки, но и для мониторинга. Довольно-таки необычный момент этот. То есть, я бы, конечно, не поленился и вставил сюда отдельный разъем 3.5. Для того, чтобы можно было без каких-либо таких переходничков мониторить звук с этого приемника. Но компания Комика решила, так сказать, упразднить этот разъем в силу его небольших габаритов. В общем, выглядит это таким образом. Мы вставляем сюда переходник USB-C. Дальше у нас есть также разъем для питания. И при этом у нас есть 3.5 выход под мониторинг для наушников. Нравится это или нет, решать исключительно вам. Следом у нас здесь располагаются две кнопки, с помощью которых мы можем регулировать гейн каждого из микрофонов. Это довольно-таки удобно. И я считаю, эргономически все здесь находится на своем месте. С другой же стороны у нас есть 3.5 out, с помощью которого мы подключаем этот приемник к нашей камере, смартфону, либо ноутбуку. И ниже у нас кнопка включения-выключения и мод. И с помощью этой кнопки мы можем как включать петли, так и отключать. А также у нас есть выбор среди трех режимов. Режим моно, далее у нас режим стерео и также у нас режим сейфити. Наверное, как-то так. Собственно говоря, чем хорош этот режим, то что он пишет в один канал, грубо говоря, наш голос, а во второй канал пишет минус сколько-то там, минус 6 дБ. То есть такую дорожку на случай того, что если в основной дорожке у нас будет какие-то громкие звуки, которые будут пиковать, то в соседнем канале у нас будет дорожка, которая будет писаться намного тише, и тем самым вы можете спасти запись. Я считаю, это очень удобно. Снизу же у нас располагаются два вот таких контакта, с помощью которых заряжается этот приемник. Ну а теперь давайте, наверное, переключимся на эту петлю и послушаем, как же она звучит. Ну что, вот таким вот образом выглядит эта петля на моей шее. Скажу вам, что за счет компактных габаритов, конечно, эти петли смотрятся намного эргономичнее, наверное, вот на этом месте, и не выглядят странновато, в отличие от тех же Rode Wireless Go. Мне довольно-таки нравится. То есть какая-то просто какой-то брелок, или я даже не знаю, с чем это можно сравнить, допустим, какой-то кулон. И вот такой вот звук без какой-либо обработки вы сейчас можете слышать. Это Comica Vima C, модель петлички. В качестве внешнего вида, мне кажется, здесь все довольно-таки неплохо. Мне это устраивает, мне это нравится. А вот что касаемо звука, это уже решать непосредственно каждому из вас. Потому что звук — это такая штука довольно-таки, не знаю, специфичная. Кому-то, может быть, нравится звук, кому-то, может, и не нравится звук. В общем, все зависит от вас, от ваших рук, от ваших ушей и от вашей обработки. В любом случае, вот такой голый звук мы получаем на эти петли. И будет интересно послушать, насколько они хороши. Что касаемо самого передатчика, он довольно-таки меньших размеров даже, чем сам приемник. И на нем располагаются всего лишь две кнопочки. Это кнопка, опять же, включения-отключения. Также ее можно использовать как кнопку Mute. И мы увидим, как сейчас светодиод у нас горит синим цветом. При нажатии... При нажатии как раз этой кнопки он загорается красным и пропадает наш звук. Также у нас есть следующая кнопка — это пересопряжение этой петли с нашим приемником. При этом есть режим шумодава. Давайте же сейчас его проверим. И при активации режима шумодава у нас загорается вместо синего вот этого светодиода зеленый. И вот таким вот образом звучит мой голос с использованием шумодава. Изменилось что-то или нет? Давайте сейчас пройдем такой короткий небольшой тест. Я буду шевелить вот этим боксом по небольшой стоечке, которая у меня здесь стоит. И мы будем сравнивать вот этот шум. Как-то он меняется или нет. Давайте же сейчас проверим. Такой звук вы можете слышать без включенного шумодава. Возим по столу боксом. Давайте сейчас его застегнем. При этом я буду постоянно говорить. Активируем теперь режим шумодава. И вот таким вот образом вы можете мой слышать голос с активированным режимом шумодава. Также мы шевелим нашим кожухом по столу. Теперь давайте его расстегнем. При этом будем все время говорить. В общем, решать вам, насколько хорошо отрабатывает этот шумодав. Но вот такие вот тесты у нас есть на данный момент. Я, наверное, конечно, не буду прям постоянно использовать этот режим шумодава. Так как вот этот шумодав всегда можно сделать на пасте в DaVinci. Но по факту то, что он есть, я считаю это большим и большим плюсом. Ну а таким образом звучит мой голос, если мы будем говорить напрямую вот в эту петлю. Но давайте не забывать о том, что нам вложили вот такого небольшого пушистика. Он имеет вот такое крепление силиконовое, с помощью которого мы, так сказать, как чехольчик одеваем на нашу петлю. Выглядит довольно забавно. И вот такой голос вы можете слышать без обработки на петли комика Vima C. Ну что, а теперь у нас будет дальность, так сказать, теста полета и работы вот этого самого микрофона. Все по привычке. Мы отправляемся в сторону коридора. Проходим сквозь все вот эти наши дебри. И как мы тестировали ранее, доходим до входной двери. И вот такой вот звук вы можете слышать на эти петли комика Vima C. И стою спиной, опять же, к студии своей. Дальше идем в сторону кухни. Не обращаем внимания на освещение. Так, теперь мы находимся, опять же, в районе кухни. То есть я стою спиной. Через две стены бьет, собственно говоря, этот микрофон. И сквозь меня. И вот такой вот голос у нас получается. Не знаю, слышно меня или нет. Это мы все узнаем в дальнейшем на посте. Поэтому давайте возвращаться обратно. Ну что, вот такие тесты мы провели. Интересно. Интересно, как работает этот микрофон. Сквозь вот эти две стенки, сквозь меня. Насколько он бьет. Но я на самом деле посмотрел некоторые тесты в интернете. И чисто по прямой дальности на улице они свободно отрабатывают 100 метров. Мне кажется, это более чем вообще нужно нам. Я думаю, никто не планирует отходить от спикера на 100 метров. Но в целом прием хороший и работает без каких-то перебоев. Это очень приятно. Что ж, давайте теперь подведем итог по этим петлям. Самый приятный бонус это стоимость этого комплекта. Но я вам его не скажу, так как я укажу ниже в описании под видео ссылочку, перейдя по которой вы можете ознакомиться с техническими характеристиками, с каким-то описанием и опять же, конечно, с ценой на эти петли. Но в любом случае могу сказать то, что это довольно-таки бюджетная. Беспроводная система, что приятно. Комплектуется он маленьким, компактным, удобным, защитным, также с зарядным кейсом. К нему идет вот такой вот защитный кейс, в котором мы можем хранить как сами петли, так и аксессуары, которые нам положили в комплекте. Я считаю, это тоже большой плюс. Все это компактное, легкое, по каким-то тактильным качествам приятное и качественное. Ничего не скрипит, вот что самое главное. То есть ощущается довольно-таки приятно в руке. Но давайте сейчас поговорим о минусах. И я бы сказал, они тут вот, либо их можно сказать вообще нету, либо они минимальны. То есть я бы к минусам, наверное, отнес вот этот вот переходник подключения, опять же таки, мониторинга наушников. То есть хотелось бы видеть отдельное гнездо, но в силу, видимо, компактности, производитель решил этот момент вот таким вот способом. Мне это не очень удобно. Не могу сказать, что это прям вот конкретный минус. Нет. Но то, что есть возможность замониторить, это плюс. Но хотелось бы видеть обычный вот этот 3,5 джек. Но ничего страшного. Идем дальше. Следующее, что хотелось бы, опять же, сложно назвать это минусом, но, опять же, хотелось бы видеть здесь отдельный разъем на вот этом вот приемнике, точнее, на передатчике. Хотелось бы увидеть отдельный разъем для подключения вот этой выносной проводной петлички. Было бы, наверное, плюсом. Но, опять же, у компании Комика существует множество различных модификаций петель, поэтому перейдите к ним на сайт, либо на официальный магазин Алиэкспресс и посмотрите еще какие-либо варианты, потому что таковые имеются. Потестил я, на самом деле, много уже петель и скажу, что плюс-минус они все довольно-таки похожи. Но здесь мне нравится компактность и качество. То есть, качество тут на высоте. И, как бы, компания Комика уже давно у нас на слуху. Это не какой-то там новый нон-нейм бренд. Все-таки ему можно доверять. На этом, я думаю, все. Давайте заканчивать. С вами был Сергей Швидко. Спасибо, что посетили мой YouTube-канал. При этом не забывайте подписываться на мой Instagram-профиль, ссылочку на который укажу ниже в описании под видео. Также у меня есть Telegram-канал, куда я стараюсь чаще выкладывать какие-то нарезочки, распаковочки и вообще какие-либо новости. Но при этом в последнее время пытаюсь вести более активно свой Instagram. Поэтому подписывайтесь. Если есть какие-то вопросы, задавайте туда. Либо пишите здесь в комментариях. Если вы вдруг новый пользователь, то не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. А также влупить лайк и написать какой-то комментарий для продвижения моих роликов через алгоритмы YouTube. Я думаю, все. Пока.